Друзья, всем привет! Сегодня у нас 21 июля. Я только что вернулась в путешествие из Керчи. Кстати, видео про Керчь смотрите чуть позже на моем канале. А пока я нахожусь у своих родителей на каникулах, я хочу вам показать, что у нас успело поспеть в огороде, в нашем саду. Сад у нас огромный, вы видите, что конца просто не видно. Что у нас тут? Как вы видите, я сейчас иду мимо рядов винограда. У нас очень много сортов. Здесь у нас рядом с домом самый мой любимый сорт винограда – киш-миш. Он без косточек, он сладкий и он очень вкусный. Посмотрите, какая красота у нас здесь висит, какая красота, сколько гроздей! Это просто невероятно! С дня на день они должны поспеть, и мы будем наконец-то наслаждаться этими замечательными ягодами. Это ведь ягоды, да, а не фрукты? Также у нас есть и другие сорта. Есть пальчиковый виноград, он у нас сидит подальше. Пишите обязательно в комментариях, вообще были ли вы когда-нибудь вот в таких виноградниках. Возможно, что вы ездили на экскурсии. И также пишите, какой сорт винограда вы больше любите – темный, киш-миш или обычный, светлый. Если вы хотите узнать, как мы ухаживаем за виноградом, то пишите в комментариях. Папа у нас может все это рассказать, показать. Ну, хотя показывать, наверное, уже поздно, потому что ухаживание винограда за виноградом происходит весной, когда подрезаются вот эти вот все веточки. Честно, я не знаю каких-то таких больших подробностей. Думаю, если вам будет интересно, то мы сделаем для вас отдельное видео. Э, это что за козы? Ты что, Васька, это не наш. У нас вообще-то кошка к нашей муське в гости идет. У нас не муська, у нас мышь. Так, да, у нас кошку зовут мышь, забавно. Ребята, вот смотрите, вот он, вот он темный виноград уже поспел. Здорово. Вот такая вот красота. Вот еще, давайте вам покажу, какое сокровище открывается вот под этими ветками. У нас папа по осени всегда делает свое собственное вино. И у нас в погребе стоит деревянная бочка со своим вином. Это круто. Друзья, вот мы дошли с вами до конца нашего сада и подошли к яблочкам. Вот они у нас такие спеют. Это у нас сорт семеренко. Он вроде бы поздний, правильно? Ну да, мы их оставляем на зиму и кушаем до весны. Да, кстати, вообще очень здорово хранятся. Нужно только их выбрать, чтобы никаких червивых не было. И тогда они будут всю зиму у вас храниться. Они вырастают тоже большого размера. Очень вкусные. И я, кстати, люблю летом делать сок яблочный. Я набираю огромные ведра этих яблок и перекручиваю на специальной такой штучке. У меня есть яблокочистка. А затем в соковыжималку отправляю. Это очень вкусный натуральный сок получается. А вот наша малыша. Хопа. Малыша, куда побежала? Малыша. Убегает наша малыша. У нас в поселке очень много кто катается на велосипедах. Даже бабушки ездят на рынок, в магазин за продуктами. В юбках, в платьях. Вот так вот. Такой вот сегодня у нас вечер. Вот моя мама, собственно, да. Мы с ней любим по вечерам кататься на велике. И, соответственно, едем сейчас кататься в ту часть поселка, потому что там получше дороги. Там асфальт. И у моря посидеть. Разгоняемся. Вечером все выползают гулять. Обычно на центральной площади у нас все сидят около дыка. Мы что, поворачиваем? Да. Налево. Родители живут в совсем небольшом поселочке, но жизнь здесь всегда кипит. И нет такого, чтобы была тишина такая. Мероприятия постоянно проводятся. Дети на улице гуляют, бегают. Ну, всегда очень весело. А как мы встречаем Новый год, это нечто. Я такого даже в городах не видела. Всегда все пускают фейерверки. Круто, в общем. Вот у нас и центральная площадь, а впереди дыка. А сейчас мы едем налево к детскому пляжу. Я люблю детский пляж. Там мелко, всегда тепло. Теплее, чем на большом, где глубоко. И плюс еще есть удобная очень скамеечка, на которой можно посидеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот сюда. О, дорогу что ли отсыпали? Точно отсыпали? Вот мы и добрались до моего любимого лягушатника. Появилась новая лавка. Офигенно, круто. Кстати, даже две. И лебеди плавают. Песок отсыпали. Круто. Вот здесь вот я и люблю сидеть вечерами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повторка черри. Угу. Мне прям очень нравится такая прохлада, которая сейчас. Угу. Ну, как-то комфортно. Вообще, мне нравится вечером то, что... Особенно после 7 часов выйдешь так хорошо, спокойно. Уже так ветерок такой прохладный. И комфортно, тепло то, что. Сидишь, можно музыку послушать, можно так просто посидеть. Угу. Вообще, я очень люблю так вот приехать сюда, просто посидеть, посмотреть вдаль. В тишине. Сейчас вот даже смотрю вдаль. Вроде солнце сюда уже ушло. Лебеди плавают. Главное, так интересно. Главное, 7. Их 7. Не пар. Как они парами обычно, да? Да, снимем. Кого-то одного не хватает. Тут один отбился. Да, снимем. Она 7 лебедей. Но бывает и здесь очень много. Сегодня, конечно, поменьше. А ты помнишь, когда бабушка к нам приезжала, она насчитала сколько там было? 100? Ну, было что-то их очень много. Я не знаю, сколько она считала, да. Ты не помнишь, сколько? Ну, не 100. Не помню даже как-то эту цифру, сколько. Но очень много. Потому что их... Да, им здесь нравится плавать. Ну, то есть они здесь очень часто живут. Да, они здесь постоянно находятся. Они здесь живут. Друзья, если вы еще не поняли, то это влог. И я буду пробовать себя в записи каждодневных видео. Путешествие-то у меня получается. А вот съемку каждодневную я еще не пробовала. Сейчас еду вдоль основной трассы. Ой, как прекрасно. Какой хороший вечер. Ни комаров, ни мошек, никого нет. Я думаю, друзья, на этом все. Вот так вот подошел к концу мой день. Всем спасибо за просмотр. Пока.